Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и я хочу с вами вспомнить историю создания игры Биошок. Во-первых, потому что через несколько дней выходит очередной Deus Ex, а во-вторых, переиздание первого Биошока. В любом случае, это одна из моих любимых игр. Я давно собирался сделать этот ретро-обзор и вот, наконец-то, сподобился. На самом деле история Биошок начинается с игры System Shock и студии разработчиков Looking Glass Studios. В 1994 году Looking Glass выпускает System Shock, главным геймдизайнером и продюсером, который был Уоррен Спектр. С тех пор System Shock входит во множество списков славы, топы всяческие. Например, GameXe поставил System Shock на 11 место среди лучших игр 20 века. И вообще, эта игра очень сильно повлияла на нынешнюю игровую индустрию. А всё потому, что, пожалуй, впервые разработчики догадались скрестить ролевую игру и шутер от первого лица. Получился эдакий приключенческий боевик, который во многом опережал своё время, потому что, как минимум, тогдашние технологии не позволяли сделать визуально красиво. Но очень многие современные игры, давайте вспомним хотя бы Fallout, многие свои идеи черпают именно в System Shock. В 99-м выходит System Shock 2, главным геймдизайнером которого уже был Кен Левайн. Некоторые, кстати, предпочитают его фамилию произносить как Левин. Кроме того, Кен Левайн принимал деятельное участие ещё в одном хите Looking Glass Studios под названием Ziv The Dark Project. Игра, в которой вы, WarGaret, кстати, тоже одна из моих любимых, тоже вышла в 99-м году. Но, к сожалению, ничего не вечно под луной. Looking Glass Studios была закрыта, а главные её творцы разбрелись по разным проектам и начали создавать совершенно разные игры. Уоррен Спектор был во главе создания Deus Ex, ну а Кен Левайн создал Биошок, героя моего сегодняшнего рассказа. Вообще, Кена Левайна не зря называют одним из лучших рассказчиков в компьютерных играх. Потому что любая часть Биошок — это в первую очередь великолепная история, необычная история, в которой есть место и игровому процессу. Причём первые части были сложны и этим тоже интересны. Летом 2007 года выходит первая часть Биошок. И по-хорошему эта игра является духовным наследником второго Систем Шока, в котором Кевин Левайн был геймдизайнером. Да, сюжетные игры абсолютно не связаны, но очень много элементов геймплея и сюжетных черт Биошок черпает из второго Систем Шока. Ещё одним источником вдохновения для создателей игры была книга «Атлант расправил плечи» Алисы Зиновьевны Розенбаум. Думаю, многим из вас она известна как Айн Рент, создательница философии объективизма. Или, если хотите, рационального индивидуализма. 1960 год. Главный герой по имени Джек в результате автокатастрофы попадает в подводный город Восторг. Рэпча по-английски. Хотя я бы, наверное, точнее перевёл Рэпча как восхищение. Этот город создан миллионером Эндрю Райаном в качестве идеального с его точки зрения общества. Но открытие вещества под названием Адам, которое даёт людям сверхъестественные способности, раскололо общество восторга. И в конечном счёте город пал. И вот мы бродим по заброшенным руинам этого подводного города. Боремся с враждебными мутантами. Тут, в общем-то, чистейший экшен. И пытаемся разобраться вообще, что произошло. В этом нам помогают, кроме сцен на движке, ещё и всякие аудиозаписи. Это вообще стало фирменной фишкой серии Биошок. А также периодические радиопереговоры с другими персонажами игры. Биошок ближе, конечно, к шутеру от первого лица. Но и кое-какие ролевые элементы тоже есть. Во-первых, мы с помощью плазмидов можем улучшать свои способности. Во-вторых, оружие тоже претерпевает различные изменения. И во многих местах вы можете игру пройти различными способами. Хотя, ещё раз повторю, конечно, по сравнению с System Shock, и особенно по сравнению с Deus Ex, ролевых элементов в Биошоке по минимуму. Это больше экшен. И, конечно, конечно, сюжет. Пожалуй, после Half-Life'а первого, напомню, именно первый Half-Life показал, что в игры не только можно, но и нужно вставлять сюжет, который описывается не одним абзацем текста, а реально выглядит как художественный фильм. Так вот, этот принцип Биошок поднял на ещё один уровень вверх. Тут вам и детектив, и необычные персонажи, и откровения в конце, и так далее, и так далее. Биошок настолько оригинален и необычен, что скриншоты из него узнаются среди прочих мгновенно. Эту игру невозможно ни с чем другим спутать просто. 2GIS — международная картографическая компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года, а также поддерживающая мой канал. Заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте карту интересующего вас города под вашу платформу. Кстати, теперь с навигатором. 2GIS, если быть точным. Самое главное, в игре есть основополагающая идея. Нам показывают, как падает утопия. Миллионер Райан хотел сделать город для элиты. Это интеллектуальный, научный, культурный, в общем, такой VIP-город для самых-самых. И в принципе это работало, очень многие люди приехали в восторг. Но создатель не продумал одну маленькую деталь — обслуживание. Сливки общества, приехавшие в восторг, не хотели чистить туалеты. А те, кого наняли это делать, чувствовали, что их считают людьми второго сорта. Это, естественно, вспыхнуло восстание. И как будто этого мало, найденный Адам, который улучшал способности человека, постепенно делал из него наркомана, который начал зависеть от Адама. И в итоге человек превращался в неконтролируемых монстров, сплайсеров на языке игры, которые нападали на всех остальных. И вот это мы постепенно все узнаем в течение игры. Мы смотрим на величественные руины, на винтажные плакаты, потому что все сделано в стилистике поздних 50-х 20-го века. И ваше воображение дорисовывает, как этот город выглядел в момент своего расцвета. То есть понимаете, да? Игра вас радует не только визуально, но при этом заставляет еще и работать ваше воображение. При этом иногда Биошок откровенно пугал, потому что многие персонажи выглядели страшно. Были страшные сцены, когда ты действительно вздрагивал во время прохождения. А главный монстр игры, ну уж извините так в кавычках, который является собственно символом Биошока, Большой Папочка мог напугать вообще в любой момент, и во время битвы с ним всегда было страшно. Большие Папочки ходили с маленькими сестричками, это такие девочки, которые собирают Адам или Адам спавших соперников. Откуда вообще взялись Большие Папочки и маленькие сестрички, нам расскажут во втором Биошоке. Но сами вот эти персонажи, то как они выглядят, всем игрокам запомнились надолго. Это та игра, в которой, еще раз повторю, главный упор был сделан на сценарий, сюжет и персонажей. Потому что, ну если уж говорить откровенно, любая часть Биошока как шутер так себе. Но при этом игра красива, атмосферна и обладает историей, которую вы, пройдя игру, я думаю, запомните навсегда. К тому же в самой игре поднимается очень много важных человеческих вопросов. Тут и аллюзия на фашизм, и аллюзия на угнетение одного человека другим, на использование людей. И так как это подано все в виде игры, то это хорошо запоминается и влияет на ваше мировоззрение. При этом, по-хорошему, создатели не навязывают свою точку зрения. Нас как бы просят задуматься о некоторых проблемах. И, как я уже говорил, основным источником вдохновения для создателей Биошок были книги Айн Рэнд. Даже некоторые персонажи названы в честь героев этих книг. Ну а в плане пугания важным источником вдохновения Ливайн называл роман «Сияние» Стивена Кинга. По словам геймдизайнера, он пытался перенести зловещую атмосферу отеля из романа «Сияние» в подводный город «Восторг», сделав этот город таким же местом, затерявшимся во времени. В 2010-м вышло продолжение «Биошок 2», а в 2013-м приквел «Биошок Инфинит». Во втором «Биошоке» мы уже играли за большого папочку, и, по мне, игра вообще не удалась. А в «Биошок Инфинит» мы переносимся на несколько лет раньше, в начало, по-моему, 20-х годов 20-го века. И из подводного города в воздушный город, в город, в небесах. Эта игра была поинтереснее, там много тоже оригинальных персонажей. Девушка Элизабет, которую спасает наш главный герой, вообще стала секс-символом компьютерных игр. Но, по-хорошему, всё равно это всё повторяет идеи первого «Биошока», и лично меня «Биошок Инфинит» так уже не впечатлил, потому что, грубо говоря, всё это мы видели в первом «Биошоке». Тут, к тому же, ещё и не было больших папочек с сестричками, ничего подобного или заменяющего разработчики не придумали. Хотя, думаю, тем, кто играл в серию «Биошок» именно с «Инфинит», игра приглянулась очень-очень. Но я из старого поколения, я не люблю, когда мне пытаются одно и то же несколько раз продать. Я за новые идеи, хотя, конечно, «Биошок Инфинит» от первого и второго «Биошока» отличается намного больше, чем четвёртый «Фоллаут» от третьего. В любом случае, если вы внезапно пропустили эту серию игр, настоятельно рекомендую обратить ваше внимание на неё. Переиздание «Биошок Коллекшн» появится в продаже 16 сентября. Кстати, выпускает наш любимый 2K, который Циво выпускает. И самое важное то, что тут первая и вторая часть будут с обновлённым движком, с обновлённой графикой. High Definition, не знаю, что бы это значило. И, честно вам скажу, я считаю, что первый «Биошок» он самый-самый-самый. И сыграть в него ещё раз с обновлённой графикой почему нет? Кстати, если у вас уже куплены первый, второй «Биошок» и «Биошок Инфинит», то «Биошок Коллекшн» вам достанется бесплатно. Ну, во всяком случае, так обещают издатели. Как он на самом деле будет, фиг его знает. Ну, а на этом всё. Вы слышали Лёшу Халецкого. Если я что-то упустил, обязательно пишите в комментариях, а также пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok